Биробиджанская епархия Личное знакомство с большим спортом провела мастер-классы, оставила памятный автограф юным талантам еврейской автономии олимпийская чемпионка Вера Бирюкова. Впервые в областном центре в этом году состоялась специальная служба для маленьких прихожан, так называемая детская Пасха, идея которой появилась благодаря молодежной инициативной группе «Преображение». Молитвы о воскресшем Христе и его прославлении прочли пришедшие вместо торжественной церемонии. Под сводами храма из детских уст прозвучали молитвы, написанные на русском языке. Прежде всего о родителях, о мире и благополучии в семье, а также в этой молитве есть слова о послушании родителям, что очень важно для детей. Традиционно прошло и освящение пасхальной снеди. Множество желающих собралось возле звонницы. При этом большинство прикоснулось к ударным музыкальным инструментам впервые. Вообще же церковный устав предполагает непрерывный звон в эти святые дни. Так бы хотелось, чтобы наши дети были все воцерковлены. Я сегодня пришла с ребятами из детского дома. Я с удовольствием стала их воскресной мамой. Вот у нас Егор, Ульяна и Вера. Ульяночка у нас уже была в храме, а Верочка первый раз. Ну, конечно, хотелось бы, чтобы дети прикасались к прекрасному, чтобы у них была возможность почувствовать и понять, что такое Христова вера. Екатерина Кувалдина, Кирилл Бугаченко. Новости 21. Региональный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей» на территории ЕАО прошел в областном центре. Мероприятие «Главное кадровое событие весны» прошло в городском дворце культуры и собрало 25 предприятий со всей автономии, а также с соседних регионов Амурской области и Хабаровского края. Наверное, это наиболее эффективный способ лично встретиться работнику и работодателю, посмотреть в целом, что сегодня представляют наиболее активные работодатели, которые занимаются поиском для себя подходящих работников, и увидеть, в принципе, куда можно пойти учиться. На ярмарке работали также площадки служб и организаций, оказывающих квалифицированную помощь в подборе вакансий соискателям. Областной центр «Мой бизнес» рассказал гостям мероприятия о мерах поддержки предпринимательства на случай, если кто-то заинтересован открытием своего дела. Основные гости – это у нас сегодня школьники, в основном девятый класс. Кто-то планирует дальше учиться, кто-то планирует уже начать профессиональную деятельность. Рассказываем им, чем мы можем им помочь и приглашаем на свои мероприятия. Ждали на ярмарке и абитуриентов, которым предстоит определиться с выбором жизненного пути. Свои стенды развернули образовательные организации из ЕАО и соседних регионов – 14 высших и средних учебных заведений. Я пришел сюда для того, чтобы посмотреть, какие у меня есть варианты поступления в Биробиджане, а также в Хабаровске. И я бы хотел здесь найти институт для своей профессии. Я мечтаю поступить на актера. О своих преимуществах и условиях работы рассказали силовые ведомства. Пополнить свои ряды призывали полиция, Федеральная служба исполнения наказаний и Министерство обороны. Со слов представителей структур, жители автономии проявляют большой интерес к службе. У ребят остается время определиться с будущей профессией, а работодатели уже ждут молодежь на рабочих местах. Андрей Кирюшин, Кирилл Богаченко, Новости 21. Я перспективная гимнастка. С такой мотивационной фразы стартовала череда мероприятий с участием чемпионки летних Олимпийских игр Рио-2016 Веры Бирюковой совместно с гимнастками Еврейско-автономной области. Уроженка Омска рассказала о секретах большого спорта на авторском мастер-классе. Возможность узнать об этом больше не упустили гимнастки и из других уголков Дальнего Востока. Самое главное это действительно то, что изнутри у них просто начинает сочиться художественная гимнастика. То есть они настолько после этого работают, они сами хотят прикоснуться к этой Олимпийской медали. Они влюбились в нее буквально с первого шага в зал, они теперь уже не могут. Если есть где-то рядом Вера, то значит они вместе с ней. Долгожданная гостья прибыла в область в субботу. Площадь Барабиджанской набережной стала местом яркой встречи представительниц художественной гимнастики. Мастер спорта международного класса посещает разные места России для привлечения детей на большую спортивную арену. В еврейской автономии приезда героини ждали не только юные дарования. Нас очень тепло встретили, несмотря на то, что была холодная погода. На самом деле, мне кажется, это первый город, где прям так хорошо встретили. Детишки подготовили показательные выступления на набережной, как раз вчера нас порадовали. Папы стояли с плакатами, мамы с флажками. То есть было очень круто, прям такую атмосферу создали. В ходе проведения занятий после основной программы состоялась автограф-сессия Веры с воскресными пасхальными подарками для юных граций. Подающие надежду спортсменки примут участие в турнире по художественной гимнастике. По итогам соревнований во вторник лучшие из них получат поддержку от партнеров-спонсоров всероссийского проекта для продолжения своего профессионального роста. Екатерина Кувалдина, Кирилл Бугаченко. Новости 21. Смотрите далее. Надежда Крепнет. Капитан и воротарь команды «Надежда юниор» по хоккею с мячом стали гостями авторадио. К столетию российского волейбола команды ветеранов определили лучших на открытом чемпионате ЯО. С одними из лучших игроков юношеской команды «Надежда юниор» познакомили сегодня слушатели авторадио. Оставив вполне успешный сезон за плечами, капитан команды Андрей Вялков и воротарь Игнат Белослуцев перевели дух и рассказали о том, как начинался их путь в хоккей с мячом, поговорили о любви к этой игре, а за итоги сезона поблагодарили болельщиков. Болельщики, конечно, вот как говорят, 12-й игрок на поле или, ну, в нашем случае, 7-й игрок на поле постоянный, который постоянно нас поддерживает. Хотелось бы поблагодарить наших болельщиков, которые приходят на матч, ну, в принципе, все, кто были на наших играх или будут, чувствовали или почувствуют вот эту вот силу. Их постоянно слышно, они постоянно гонят нас вперед и думаю, что соперникам очень тяжело, когда они играют против такой поддержки. Еще ребят, конечно, очень поддерживают их родители. Они и выезд на соревнования профинансируют, и массовый хоккейный праздник проведут, и в соцсетях жизнь команды осветят. А, например, родители Смедовичанина Игната Белослуцева регулярно привозят сына на каждый матч в Биробиджан и Хабаровск из Смедовича. Игнат – отличный вратарь, и он очень нужен Надежде. Своими сейвами он уже не раз спасал команду и ее высокий дух. Мне больше всего понравился вот крайний турнир был, когда мы заняли первое место. Мне вручили кубок лучшего отряда, Андрею вручили лучшего игрока турнира. Да, конечно, бывают такие обидные голы, которые, ну, потом команда может сказать, предъявить. Я учусь на своих ошибках, продолжаю тренироваться, работать для этого, чтобы в следующих играх не допустить этого. О том, как Андрея Вялкова в хоккей привел дедушка, ветеран и организатор областного спорта Александр Вялков, о том, как Игнату однажды пришлось стать вратарем, а затем серьезно увлечься этим эмплуа, о том, каково это быть капитаном команды и как пережить пропущенный гол, все эти подробности в полной записи эфира на портале reabir.ru. Дмитрий Егерев, Богдан Патрин, Новости 21. Столетие российского волейбола в Еврейско-автономной области отметили масштабными соревнованиями. Открытый чемпионат автономии по волейболу среди мужских и женских команд ветераны ЕАО прошел на четырех спортивных площадках средних образовательных учреждений Биробиджана. В товарищеских матчах сошлись порядка двухсот игроков Дальнего Востока. Приморский край, Еврейская автономная область, Амурская область, Камчатка впервые, Магадан, что очень интересно, необычно. Представляете, дальние регионы, какие едут. Турнир проходит четвертый год подряд. В залах 14-й школы встретились девять мужских команд с категорией игроков 40+. Столь основательного сбора среди опытных спортсменов еще не было, поделился председатель комиссии ветеранского волейбола ЕАО Виталий Семенов. С его участием команда Биробиджана готовится представить Дальневосточный регион на первенстве России в городе Анапе. Собрать команды со всего Дальнего Восточного региона очень сложно. Но за счет того, что мы на соревнованиях постоянно играем, и мы, скажем так, честно сказать, дружимся всем коллективом, и это одна большая наша волейбольная семья. Естественно, они все откликаются, приезжают, им очень нравится наш город, наш прием, потому что у нас все очень на высоком уровне проводится. С чуть меньшей возрастной категорией на спортплощадках первой гимназии сошлись 10 женских команд. По словам хабаровчанки Юлии Кондратюк, ветераны волейбола вышли на матч для разминки перед Шмаковской весной с самым популярным турниром среди волейболистов региона. Мы все влюблены в волейбол. Просто все горят волейболом, все играют. Многие из дюшки. Кто-то играл на высшем уровне, кто-то только на любительском. То есть у нас, допустим, среди мальчишек, которые играют, есть и те, кто играл за высшую любую Б, в том числе и в командах девочек. Например, в «Водоканале» у нас есть девчонки, которые играли за наш самородок в Хабаровске на Сахалине. Они успели поиграть. Есть девочки с приморочки, которые играют. Ну и много любителей. По спортивным итогам товарищеского матча сильнее биробиджанцев оказались спортсмены из Комсомольска на Амуре. Тройку замкнули ветераны «Динамо» из Благовещенска. Среди женщин в финал вышли команды хабаровчанок «Грань». Второе и третье место разделили спортсменки из Благовещенска «Абрис» и Хабаровского водоканала. Екатерина Кувалдина, Кирилл Богаченко. Новости 21.